Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Продолжаю насчитывать книгу Бена Карсона «Золотые руки». Глава 7. Успехи. Впервые я заинтересовался в больнице при университете Джона Хопкинса, когда мне было 10 лет. В те дни почти все телепередачи или газетные статьи на медицинские темы касались работы врачей именно в этой больнице. Я решил, что когда стану врачом, пойду именно туда. Ведь ученые, работающие там, всегда ищут новые способы лечения больных. Я твердо решил стать врачом, но не слишком ясно представлял себе, в какой области. В 13 лет, например, я хотел быть уже не терапевтом, а психиатром. На эту мысль меня навели телепередачи о психиатрах. Там они всегда, как на подбор, были энергичными интеллектуалами, прекрасно работающимися в проблемах других людей, разбирающимися. К тому же в это время я задумался о деньгах и посчитал, что при том, сколько в Соединенных Штатах сумасшедших у психиатров должно быть неплохое житье. Когда Куртис на 13-летие подарил мне подписку на журнал «Психология сегодня», рассеялись последние сомнения относительно выбора карьеры. Это был замечательный подарок. Куртис был мне не только старшим братом, но и настоящим другом. Всегда готовым потратить свои деньги, заработанные большим трудом, на мои нужды. Ему было только 15, а за работу после школы в научной лаборатории платили немного. Куртис проявлял щедрость и заботу. Зная, что я интересуюсь психологией и психиатрией, он выбрал то, что могло мне помочь. Подростку моего возраста трудновато читать «Психологию сегодня», но все же я понимал достаточно, чтобы с нетерпением ожидать следующего номера. Читал я и научные книги. В течение какого-то времени я воображал себя чем-то вроде местного психиатра. Ребята шли ко мне со своими проблемами. Я умел внимательно слушать и знал кое-какие приемы оказания помощи. Я научился задавать соответствующие вопросы. «О чем ты хочешь поговорить?» или «Что тебе сегодня беспокоит?» Ребята открывались мне, может быть, просто из стремления поговорить о своих проблемах. Некоторым ведь так хотелось, чтобы их выслушали. Я гордился тем, что они поверяют мне тайны и рассказывают о своих сложностях. И, конечно, решил, что нашел свою область и буду дерзаться этого направления. Не тут-то было. Я переменил в решение уже учащийся в медицинской школе. Во втором семестре 10 класса я стал членом спор службы подготовки офицеров резерва. Признаюсь, поступил так по примеру Куртиса. Я восхищался братом, хотя никогда не говорил ему об этом. Не знаю, понимал ли он, что был для меня образцом. Мне всегда хотелось ему подражать. Глядя на одетого в форму Куртиса, я гордился, что у него больше медалей и наград, чем у других членов спор. При соединивших спор я сделал еще один шаг к возвращению на правильный путь. Когда я стал рядовым, мой брат, уже окончавший школу, получил звание капитана и был ротным командиром. Куртис никогда не старался проникнуть в элиту, не требовал, как я, модной одежды. Его уважали в старших классах. Он всегда оставался хорошим учеником, ибо оценка была одним из лучших. Поэтому он поступил в Мичиганский университет, готовящий преимущественно инженеров. Звездочка, что под ней написано. Куртис закончил школу во время войны во Вьетнаме. Набор в армию шел тогда по лотерейной системе. Куртис получил такой номер в лотерее, что мог при желании не служить в армии. Проучившись в колледже полтора года, он решил пойти во флот. «Я выбрал тот род службы, который мне нравится», – сказал он. Куртис прошел специальное обучение и был направлен оператором на атомную подлодку. Обучение заняло шесть лет, хотя Куртис завербовался на четыре. Он хорошо продвигался по службе и стал капитаном корабля, если бы не решил оставить флот. Он вернулся в колледж, стал инженером и огоржусь своим старшим братом. Когда я вступил в спор, в моей жизни появился еще один авторитет – ученик по фамилии Шарпер. Он имел высшее звание из тех, что давали учащимся. Был полковником. Шарпер внушал симпатию зрелостью и уверенностью в себе. «Потрясающий парень», – думал я, наблюдая за ним, когда он обучал в строевой подготовке целый полк спор. Тут мне пришла в голову мысль. «Может быть, и я, как Шарпер, смогу стать полковником?» И я твердо решил добиться этого. Я поздно присоединился к спору во втором семестре 10 класса, а не в начале года, как другие. И мог обучаться в спор только 5 семестров вместо 6. С самого начала я понял, что у меня мало шансов добраться до вершины. Но это меня не охладило, а подзадорило. Я настроился до окончания школы успеть достичь максимума. Моя мама продолжала воспитывать меня и в конце концов чего-то добилась. Она не читала мне нотаций, поскольку нашла более хитроумный способ воздействия. Она заучила стихи и высказывания знаменитостей, а потом цитировала их мне. Я вспоминаю, как замечательно она читала длинное стихотворение Роберта Фроста «Неизбранный путь». Часто она цитировала и другое стихотворение «Это твоя вина». Его я вообще никогда не видел напечатанным. В нем говорилось о людях, сожалеющих о своих неудачах. Смысл заключался в том, что это наша собственная вина. Своим поступком мы сами творим свою судьбу, а потому не должны выпускать благоприятных обстоятельств и уметь отвечать за сделанный выбор. Мама вдалбила в меня этот пустылат до тех пор, пока я не понял, что сам в ответе за свою жизнь. Если я хочу чего-то добиться, должен принять эту ответственность. Скоро мои отметки резко взлетели вверх. В одиннадцатом и двенадцатом классах я выбрался на правильную дорогу и снова вошел в число лучших учеников. Сильное влияние на меня оказала учительница английского языка миссис Миллер. В девятом классе она проявила ко мне интерес, начав дополнительно заниматься со мной. Она гордилась мной, потому что я был способным учеником. Миссис Миллер научила меня ценить хорошую литературу и поэзию. Если в классе я что-то делал не лучшим образом, она помогала мне исправить ошибки. Учительница сильно расстроилась, узнав, что я стал плохо учиться. В десятом классе она нам не преподавала, но подозревала, что в плохих оценках виновата мое равнодушие школьным делам, что я не старался учиться и махнул рукой на уроки. Я понимал, что поступаю плохо, потому что миссис Миллер так расстраивалась и чувствовала себя виноватым перед ней еще больше, чем перед матерью. В конце концов я понял, что во всем виноват только я один. Компания одноклассников не имела до мной власти, пока я ее сам им не дал. Я решил прекратить дурную рекламу. Проблемы одежды разрешились сами собой, потому что в спор мы должны были три дня в неделю носить форму. Это значило, что я ходил в свои одежды только два дня в неделю из пяти учебных, а на два дня у меня хватало правильной одежды, и ребята над мной уже не смеялись. Когда решились мои проблемы с одеждой и изменилось отношение к делу, учеба наладилась. Важную роль в моей жизни в эти последние годы в школе сыграли и другие учителя. Они уделяли мне много внимания, подбадривали, помогали, выдерживали трудности. Особенно высоко я ценил и восхищался двумя из них. Первый – Фрэнк МакКоттер, преподавал биологию. Он был белым, среднего роста, не особенно худым, не особенно толстым, в очках. Случайно встретив его на улице и не зная, кто он такой, можно было бы с уверенностью сказать – это учитель биологии. Его мнение о моих способностях заставляло меня быть более ответственным. Он много занимался со мной дополнительно. Он поручал мне вести практические занятия. Я должен был помогать остальным ученикам и следить, чтобы в лаборатории все было в порядке. Другой учитель, Лемюэль Докс, дирижер нашего оркестра, был черным. Будучи красивым человеком, он чаще всего сохранял серьезность, однако обладал превосходным чувством юмора. Докс всегда требовал совершенства. Ему мало было, чтобы мы играли правильно. Мы должны были играть превосходно. Как учитель, его интересовали не только музыкальные успехи. Он следил за моей успеваемостью по основным предметам. Докс видел, что у меня есть музыкальные способности, но всегда говорил – Карсон, основные предметы должны быть на первом месте. Первое всегда должно быть первым. Хорошо, когда так думает учитель музыки. Я восхищался мистером Доксом. Не только за его уроки музыки, но и за его решительность. Он был одним из тех учителей, которые смело противостояли школьным хулиганам и не позволяли себя запугать. Он не поддавался на их глупые выходки. Некоторые школьники пытались его дразнить, но вынуждены были отступить. В «Спор» меня наградили медалями за стрельбу и строевую подготовку. Почти на каждом экзамене я получал награды за успеваемость. А в дополнение ко всему – быстрое повышение. Когда я стал сержантом учебного подразделения, меня ожидало самое серьезное испытание. Сержант Банди, настоящий армейский инструктор, командир «Спор» в нашей школе, поставил меня командовать подразделением, в составе которого были такие буйные ребята, что никто из школьников, сержантов не мог с ними справиться. «Карсон, я назначаю тебя в этот класс», – сказал он. «Если ты справишься с ними, станешь младший лейтенантом». Именно в такой трудной задаче я и нуждался. Я сделал две вещи. Во-первых, я попытался получше узнать ребят, понять, что их интересует, и связать с ним все упражнения. Я старался как можно сильнее разнообразить рутину строевой подготовки. В конце каждого занятия придумал что-то интересное, и ребятам это нравилось. Во-вторых, снова пригодилась моя способность к насмешкам. Буянам пришлось стараться, так как они знали, если что-то будет не так, я могу высмеять и поставить в дурацкое положение любого из них. В классической психологии подобный метод не применяется. Тем не менее, он прекрасно работает, поэтому порядок был наведен. «Близилось лето. В этом классе я на совесть трудился уже несколько недель, как вдруг сержант Банди вызвал меня в свой кабинет. Твое подразделение – одно из лучших в школе. Ты прекрасно поработал». Банди сдержал слово и назначил меня младшим лейтенантом. «Для нашей школы это было неслыханно». И под звездочкой тут внизу написано. «Я был младшим лейтенантом только три семестра, хотя обычно требуется четыре. А большинство школьников достигают спор этого звания только через шесть семестров». Подобное повышение позволило мне приступить к полевым занятиям, поскольку мое новое звание было условием допуска к соответствующим экзаменам. Обычно следующим званием было присвоено звание старшего лейтенанта, потом капитана, потом майора. Несколько учеников стали подполковниками, а трое на весь Детройт – полковниками. Сержант Банди разрешил мне сдавать полевой экзамен и считал, что дело у меня идет настолько успешным, что я могу представить перед комиссией, состоящей из капитанов и майоров настоящей армии. В это время сержант Хант сменил Банди и стал первым сержантом-негром, командующим нашим подразделением «Спор». Сержант Хант, оценив мои способности руководить и хорошую успеваемость, часто говорил, что имеют на меня большие виды. Он старался дать мне побольше дополнительных навыков и знаний, так как примерно представлял, о чем могу, могут спросить меня экзаменаторы. «Карсон», – рявкнул он, «выучи вот это, выучи в совершенстве». В результате я освоил все, что было необходимо. Офицеры регулярной армии, проводившие экзамен, задавали мне всевозможные вопросы по ориентировке на местности, тактике ведения боя, о различном оружии и системах вооружения. Я справился со всем. На экзамене, когда присутствовали ребята из 22 школ, я получил высший балл. В действительности, как потом выяснилось, это был вообще предельный балл для школьника. К моему глубочайшему изумлению я получил новое звание. Меня произвели сразу из младших лейтенантов в подполковнике. Естественно, я ликовал. Еще более удивительно, что случилось это в начале 12 класса. Теперь я поверил в себя. Со второго семестра, до начала 12 класса, я прошел от рядового до подполковника. Мне остался еще целый школьный семестр и следующий полевой экзамен. Значит, у меня есть шансы стать полковником. Если это произойдет, я стану одним из трех полковников спор в Детройде. Я сдал еще один экзамен и опять сделал это лучше других. Меня назначили начальником городского штаба, объединяющего подразделения всех школ. Сбылась моя мечта. Я стал полковником, несмотря на то, что достаточно поздно присоединился к спору. Мне пришло в голову, что Куртис, из-за которого я все это начал, стал только капитаном. Я опередил его, но разве я пошел в спор, не сделал он этого первым. В конце 12 класса я маршировал во главе колонны на параде в день памяти павших. Я был горд. Грудь мою украшали наградой и нашивки всех сортов. Что еще существеннее, в тот день у меня были важные гости. К нам приехали два солдата, награжденные почетными медалями Конгресс за войну во Вьетнаме. Еще больше мне понравился прибывший в внушительный света генерал Ульем Уэсмор Лет, отличившийся во Вьетнамской войне. После парада сержант Хант представил меня генералу. Я обедал с ним и двумя солдатами, ветеранами Вьетнама. Позднее мне предложили стипендию в Вестпойнте. Я не сразу отказался от нее, но пояснил, что не предполагал посвятить себя военной карьере. Кабы не было я горд таким предложением, я им не соблазнился. Оно предлагало 4 года обязательной военной службы после окончания колледжа, что исключало возможность учебы в медицинской школе. Я выбрал свой путь, хотел стать врачом, и ничто не могло заставить меня свернуть с этой дороги. Конечно, мне льстило предложение генерала. Я добился того, о чем говорил мама в течение последних 10 лет, развил свои способности. К несчастью, я немножечко перестарался и стал воображать, будто я один из самых замечательных людей в мире. Из-за потрясающих успехов в спор я оказался лучшим учеником в школе. Ведущие колледжи заинтересовались мной, посылали своих представителей, чтобы убедить поступить к ним учиться. За важнейшее, если к тебе приходят посланцы Гаварда или Еле. Кто не возгордится в такой ситуации? И я не был исключением. Я не знал, как реагировать на такое внимание. Представители разных колледжей толпились вокруг меня из-за моей успеваемости и из-за исключительно хороших показателей по школьному тесту определения способности. Около 90 с чем-то процентов. Неслыханному показателю для школьников Детройда. Секрет моих успехов в этом тесте раскрывался до смешного просто. Давным-давно мама запретила нам смотреть больше двух или трех телепередач в неделю, заставляя вместо этого читать книги. Одна передача, моя любимая, называлась Кубок колледжей. В этой программе соревновались, отвечая на различные вопросы учащихся колледжей со всей страны. Задавал вопросы ведущей, которые я оценил знания, а призы давала компания General Electric. Всю неделю я ждал воскресного вечера. У меня появилась еще одна тайная цель стать участником программы Кубок колледжей. Чтобы этого добиться, надо было обладать знаниями по множеству предметов, и я расширил сферу чтения. Унаследованная от Куртиса работа в научной лаборатории также сильно помогла мне, потому что ее сотрудники заметили мое страстное желание побольше знать. Они много меня обучили, давали мне статьи и книги. По большинству основных предметов я уже хорошо учился, но понял, что мало смысла в искусстве. Я стал ходить после школы в расположенный в деловой части города Детройтский художественный институт. Я обродил по залам до тех пор, пока не запомнил всех выставленных там художников. Я выисквил в библиотеке книги о художниках и выбирал оттуда все, что казалось мне интересным. Через какое-то время я уже узнавал работы мастеров, помнил их названия, имена художников, стили живописи. Я много прочел о том, где жили и работали знаменитые живописцы и скульпторы. Когда в кубке колледжей вопросы касались искусства, я мгновенно узнавал произведения и вспоминал имена художников. Потом дошла в очередь до классической музыки. В начале этого этапа моего самообразования люди стали на меня странно поглядывать. Например, я выпалываю на лужайке сорняки или подстригаю кусты, а в этот момент из приемника звучит классическая музыка. Для черного парня из Монтауна, города негритянского джаза, это было необычно. Большинство слушало джазовые импровизации или бип-поп-боп. По правде говоря, я не любил классическую музыку. Но и здесь решающую роль сыграл Куртис. В то время он служил на флоте и, как-то приехав в отпуск, купил пару пластинок. На одной из них была записана восьмая неоконченная симфония Шуберта. Он без конца ее слышал. Куртис, спросил я брата, как ты можешь слушать эту чепуху? Что за нелепая музыка? Мне нравится, ответил он. Брат пытался хоть что-то рассказать мне о классической музыке, но в то время я еще был не готов его слушать. Однако, за две недели отпуска он так часто слушал Шуберта, что я поймал себя на мысли, да ведь я напеваю мелодии из его симфонии и получаю от этого удовольствие. Кое-что о классической музыке я уже знал. В седьмом классе я брал уроки игры на кларнете. Раньше на нем играл мой брат. Мама не могла заплатить за второй инструмент. К тому же у меня оставались старые ноты Куртиса. Какое-то время я играл на корнет о пистоне, пока в девятом классе не переключился на другой инструмент – баритон. Куртис приучил меня к Шуберту, а потом я купил пластинку в подарок матери. По правде говоря, я купил ее для себя. На пластинке было записано множество увертюр к операм Россини, в том числе наиболее известная увертюра к Вильгельму Теллю. Затем последовали арии из немецких и итальянских опер. Я читал книги об операх, знал их содержание и действительно мог сказать – это великая музыка. Я уже не заставлял себя слушать классику, чтобы участвовать в Кубке Кольжи. Я действительно ее полюбил. Ко времени поступления в колледж услышав музыкальную фразу от классики до поп-музыки, я мог сразу же сказать, кто ее написал. Слух у меня был хороший, и я продолжал его развивать. Уча в школе, я каждый вечер слушал программу «Сто шедевров». в ней исполняли только классическую музыку. Скоро мне удалось выучить наизусть все лучшие произведения. Тогда я стал слушать не только чисто классическую музыку, но в конце концов познакомился со многими музыкальными направлениями и стилями. Целью моей по-прежнему оставалось участие в Кубке Колледжей, но, к сожалению, такой случай мне так и не представился. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе!